итак приветствую друзья сегодня у нас в рубрике старые гоночные игры будем с вами рассматривать такую игру от разработчиков midway games под названием лос-анджел лес или тратая л ой оруж давайте приступать нашему обзору по этой игре просто хочу рассказать что эта игра выпустилась в 2005 году и представляет себе такой вот знаете подобие так музыку сделаем вот так вот чуть тише эффекты также речь также немножко но в принципе я думаю нормально должно быть немножко лучше меня быть слышно поэтому давайте с вами так видео отражение на детали то есть все на максимум нас стоит к сожалению здесь разрешения нету full hd поэтому придется смириться с тем разрешением которое есть но как известно ну игра 2005 года шоешь ты сделаешь то есть будем пользоваться тем что нам вообще предлагает игра так друзья ну и давайте с вами запускать саму карьеру здесь она как бы знаете вот хорошо так построена есть какой-то определенный сюжет в общем сюжет здесь так сказать незамысловатый короче один чувачок забрал у одного ну так сказать у чувака всю славу все деньги и короче нашему персонажу придется от наверстывать все это в режиме карьеры как это все выглядит давайте 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 с вами как раз и посмотрим так вот вот такое начало типа вилла крутые мужики чуваки в общем такая вот пусто отдыхаю ребята игра 2005 года и уже ну как бы были такие вот знаете зона партнер 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 по прослеру основной стеркан Вот так вот все круто построено. Такая тупо, все гуляют, в каких-то купальниках, все дела. Бассейн, бассейн не отвлекает. Согласитесь, здесь даже музыкальное сопровождение такое очень крутое для хип-хопчика, да? Послушайте, интересно, как эта тачка еще ездит? Полностью на русском, ребята. Вообще-то, с этой тачки мы начинали. С ней мы выиграли первые 10 штук. Точно, брат. Тогда на улицах Силмара она напоминает мне о тех местах, откуда мы родом. Да, мы получили все благодаря этой тачке. С ней мы победим. Ха-ха, ты прав. Я уже представляю, как ваша тачка обходит всех на этих гонках. Йоу, здорово, пацаны. Как дела? Большой день. Вот такие, знаете, даже с понтами сточки. В общем, круто. Когда можно будет обработать эту тачку, Ти? Да, брат, без слез на нее просто смотреть не могу. Ха-ха-ха. Если я захочу ее улучшить, вы узнаете об этом первыми. Ну ладно, потом все обсудим. До встречи, пацаны. Ти, ты ведь смог получить все. Славу, богатство, девушек. Чего еще тебе нужно? Бессмертие, наверное. Вот так вот, короче. Ты видишь, как мы живем? Короче, чувак, чувак практически все есть. Почему мне не сказали, что вещеринку устраивают в этой дыре? Я бы оделся как нужно. Так да, детка, у меня же для такого случая и вещей подходящих нет. Лайдейла не приглашали. Вышвырнуть его отсюда? Нет. Любой мужик, готовый заплатить два лимона за участие в гонках, желанный гость в моем доме. Значит, это не слухи? Лайдейл хочет отстегнуть деньжат для участия в летних гонках? Еще бы. Он собирается войти в игру. Говорит, у него есть пара классных гонщиков, и он хочет править на моих улицах. Но победить он не может, поэтому пытается все купить. Знаешь, мой банковский счет от этого не пострадает. Короче, у чувака типа есть все. Подайте, подайте, кто сколько может. Оказывается, у них дела не так хороши, как мы думали. Они точно проиграют. Лузеры! Не спеши с выводами, Лайдейл. К концу лета ты еще оплатишь мою маленькую виллу на Мауи. Детка, хочешь со мной на Мауи? Оттянемся, пока Лайдейл будет зализывать свои раны. Кстати, анимация достаточно неплохая для твоего времени. Такой, знаете, мультяшный, но очень хорошо проработанный персонаж. Вот, там, вот, чувак, кепочка такой. Возьми, это тебе спонсорская поддержка. Вот, высыпал ему центы. Такой, типа, вот, получи себе... Этому типу не видать моих денег. Он нас не уважает. Придется преподать ему урок. У меня есть нужная связь. Кажется, нас ждет кое-что интересное. Ну что, Ти, как ты собираешься готовиться к гонкам? Так же, как и всегда. Проведу две недели в Сен-Бартс. Вот, вот такое вот, знаете, превью такое интересное. Две недели спустя. Узнахамерики вот и приехали. В общем, такой, знаете, сюжет очень хорошо разворачивается. Сюжетик, как-никак, здесь. Тачка стоит какая-то. Опа, воды нету в бассейне. Ну, короче, Аджал, этот крутой чувак, который имеет очень много бабла. В общем, Аджал, все, выселили его с филы. Короче, забрали все тачки, все дела. Все, и эту машину хамера последнего тоже забрали. Ну, и, короче, с этого начинается, вот, и сама игра. То есть, на самой лосовской машине. Счет предоставили, короче, ребята, заплатите. Тут написано, что я на нуле. У меня ничего не осталось. Это все Лайдел. Я знал, что у него есть связи, но черт побери. Что же теперь делать? Осталась вот такая дешевая машинка. Тоже, что ты делал всегда. Примешь участие в уличных гонках, заработаешь немного денег, и мы выкрутимся. А я немного покопаю, попытаюсь узнать, где осело твое добро. У нас ведь тоже есть связи. Мне кажется, малышка Лайдела не прочь съездить на МАУ. В общем, вот такое вот вступление в игру. Достаточно интересный такой сюжетик, да? Разворачивается, анимировано. Я не знаю, я не проходил эту игру, поэтому точно, ну, как бы вам поведать всю историю, как оно все здесь разворачивается, я не могу. Но вот, как видите, тачка такая с побитыми, короче, фарами, там все дела. Короче, звонит к нам чувак один. Ну, в общем, понятно, по-разному с этим делом. Ну, ты вперед, короче, и первое задание. Так, и здесь нам нужно с вами ехать. Итак, давайте посмотрим вообще самоуправление. Управляю я на клавиатуре сейчас. И здесь у нас, ну, как видите, управление такое резкое. И управлять, ну, как бы, вроде и неплохо, но машина, да, вот, слишком, она в чувствительной клавиатуре. Но, как видите, вот, давайте проедем, проедемся вообще по городу. Здесь вот люди, как видите, они вот, как бы, вот так вот бегают. Даже если мы будем на них наезжать, они будут, ну, как бы, убегать от автомобиля. Вот видите, они, ну, как бы, неплохо так сделаны. То есть есть улицы достаточно, так, тоже неплохо проработаны для 2005 года. Прошу заметить, что это, ну, как бы, игра 2005 года. На 2005 год это, ну, в принципе, очень неплохо. Еще тогда в помине GTA 4, GTA 5, да вообще даже и в планах не было реализовать. То есть, четвертая GTA появилась в 2008 году, если я не ошибаюсь. И, ну, да, там графика уже была куда получше, чем эта, но, в принципе, все равно неплохо. Кстати, здесь есть еще кастомизация автомобилей. То есть здесь, вот, если вы смотрели передачу «Тачка на прокачку», да, там была West Coast Customs. Такая организация, которая тюнила автомобили. Вот как раз здесь она присутствует в этой игре. То есть вам, ну, здесь не то, что там вы там не будете покупать отдельные запчасти, а как бы заехали туда, заплатили баблишко и вам отюнили автомобиль по, так сказать, по последнему слову техники. Вот. Поэтому здесь, в принципе, все точно так же сделано. Ну, считаю, что, ребят, ну, игра 2005 год, вы посмотрите, короче, другие мои обзоры в этой рубрике «Старые гоночные игры». Там я обозревал такие игры 2005 года. Да они хуже выглядят, чем это. Тем более, ребята, это игра с открытым миром. Я вот, не знаю, у нас, сейчас найду, тут как-то карту можно включать. А, вот. Вот, смотрите, здесь карта, насколько она вообще большая, ребят. Вы, ну, блин, просто посмотрите, это просто шкапец. Вот. Насколько она вообще проработана, сколько улиц там и так далее. То есть, для 2005 года, ну, очень круто сделано, я считаю. В общем, смотрите. И это я просматриваю карту. Мазальчик неплохо так укачаю, да? В общем, показываю, вот, насколько вообще карта здесь большущая. Вот. Санта-Моника. В общем, Беверли-Хиллз. Ну, короче, полностью Лос-Анджелес. Проработанный, ну, как бы, может, не так детально, как хотелось бы, как, допустим, в последних играх. Но, в принципе, неплохо. Ну, вот, давайте, вот, короче, вот, где мы находимся. Ну, вот, давайте вот сюда поставим точку, так. Так. Вот, мы поставили. Так, и давайте теперь... Так, как выйти с этой карты? Блин. Зашел, теперь не могу. Ага, все. Вот. Стрелку мы поставили маркер, поэтому... Едем на точку назначения. В общем, на клавиатуре можно играть в эту игру. Может, даже и на геймпаде. Так, подождите, где-то у нас вот мы проехали. Ага, вот. Задание какое-то. Ну, давайте сейчас заедем. Так, вот. Вот. Уличная гонка. Гонка на два круга. Отличный способ заработать деньги на другие гонки. Ну, я не думаю, что я, ну, как бы запустил это второй или третий раз, эту игру. Ну, кардиру я вообще не проходил. Поэтому я попробую, конечно, проехать. Но, скорее всего, что у меня не получится. Здесь, ну, реально нужно на драконице, на управление, чтобы как-то взаимодействовать и вписываться в повороты. Ну, давайте попробуем. В общем, уличная гонка. И здесь нас показывают, если первое место мы заработаем, то мы получим 2000 долларов. Второе – 1000. Ну, и так далее. Короче, пробуем. Смотрим. Так, окей. Вот. Чтобы использовать нитро. Так. Сейчас оно загрузится. Попробуем. Ну, вот, как бы. Разные автомобили на разных тачках. То на камерах, то еще на чем-то. В общем, вот, едем мы. И теперь... Кстати, здесь также можно разбивать автомобили. Вот, смотрите. Видите? Тоже не плохо так проработано. Ну, чуть ли не Бернаут Парадальс, да? Ну, как бы, все так рассыпано. Машины перепрыгивают. Разбиваются. Ну, так же неплохо сделано. Некоторые об этом забывают. В общем, вот так вот. Да, кстати, они могут подрезать нас. Поэтому не думайте, что победа будет очень легкой. Есть в погоне с полицией. Все дела, короче. Нужно собирать вот такие вот значки. Ну, да, управление, конечно, не натуральное. Если бы они сделали более мягкое такое управление, было бы гораздо все это лучше. Так, можно срезать, конечно же. Ну, в общем, вот такие вот делишки. Достаточно так интересно все сделано. Ну, короче, ребят. На 2005 год игра действительно достойная. Поэтому играть, я считаю, в нее, ох, можно. А, ну да, понятное дело. Тут мы не проедем. Короче, повреждения, повреждения присутствуют. Все дела. Так, ну, мы, конечно же, сливаемся от все дела. Ну, короче, я думаю, полно. Так, ну, как бы прошли. Первый. И мы, даже удалось нам выиграть это все дело. В общем, уличные гонки. Позиция первая. Продолжить. Гланс там. В общем, ну и, в принципе, вот такой вот сюжетик. То есть, мы участвуем в гонках. Получаем деньги. Улучшаем, покупаем автомобиль. Идем дальше. Здесь вот какие-то артефакты, что ли, появились. Не знаю. Или это просто освещение такое. Ну, и, в общем, берем карту. И в карте движемся. Вот, допустим. Движемся на следующую точку. Где-то там какая-то звезда. Я уже точно не помню, что это такое. Ну, давайте проедемся. Хотя бы посмотрим, что там за дела такие. Разрушения присутствуют. Какие-никакие, но на 2005 год это, ну, я считаю, это был вообще, это прогресс. Кстати, заметьте, никаких 2D моделей нету в этой игре. Все используется 3D модельки. Пусть и неплохого качества, но все-таки 3D. Ах да, издателем вообще этой игры выступает в России новый диск. Так, что-то мы то ли пропустили, то ли... Ага, вот. Короче, здесь вот что-то мы заезжаем. Какая-то фишка здесь. А, ну типа вот по сюжету следующий ролик такой. Я хочу поблагодарить всех за то, что согласились участвовать в уличных гонках Лай-де-Ла-Рея. Между прочим, самых дорогих гонках на улицах города. В первом туре, как вы все знаете, принимают участие новички, любители и гости. Один побеждает, остальные все едут домой. Точно, победит только один. Мы уже знаем, кто это будет, так что остальным советую расслабиться. Вот такие вот. Молодцы, вообще очень хорошо сделаны. Не слишком ли круто для парня, у которого всего 3 скорости? Медленная, очень медленная и супер медленная. А он и с этими тремя отлично справляется. Да я их в два счета обставлю. Вообще мне просто интересно, как вы будете выкручиваться. Очень, очень круто сделали. В общем, вот такие вот дела, ребята. Давайте, наверное, мы теперь... Ну и сделаем, в общем, такие вот выводы по этой игре. Игра очень хорошая. Если вы ностальгируете по старым играм, я думаю, на эту игру вам нужно обратить внимание. Тем более, если вы любите такие игры в жанрах GTA, да, то я думаю, такая старушка, игрушка, придется вам действительно по душе. Очень интересно построен сюжет, то есть, такие вот видео-вставочки, все очень красиво сделано. С такими вот понтами, да, в общем, гоночными понтами. Я думаю, вполне себе достойная игрушка. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, смотрите другие игры в моем плейлисте. Ну и всем счастливо!